Добрый день, уважаемые друзья! Как мы и анонсировали, сегодня у нас в гостях один из инициаторов создания объединенной многонациональной партии «Казахстан на справедливость» — Олеся Халабузарь. Добрый день, Олеся! У нас пришло очень много вопросов, пользователи очень активны. Прежде чем вы ответите на вопросы, расскажите, пожалуйста, когда к вам пришла идея создания такой партии? Изначально, когда создавалось общество молодых профессионалов, уже было заложено, что это будет политическое движение. Просто ждали момента, когда можно будет перерегистрировать его в партию. То есть сначала оно было перерегистрировано в Республиканского общественного объединения, чтобы создать филиалы, научиться, как это работать с филиалами, как их развивать. Зарегистрировали филиалы, посмотрели, как посоветовались, провели, что называется, общее собрание и решили, это было в начале 2014 года, что пора бы уже перерастать в политическую партию. Мы все уже даже по возрасту выросли, и слово молодые профессионалы. И к нам в это же время присоединилось, когда мы стали вести черный список судей, движение «За справедливость». И они попросили нас их курировать. Мы подумали, что можно объединить аббревиатуру МПК, которая уже раскручена, у которой есть своя рассылка, у которой есть своя аудитория и определенное имя. И саму вот эту идею «За справедливость», то есть слово «Справедливость», оно соответствует нынешней реальности. Ясно. Но большинство вопросов сводится, ну большая часть вопросов, я их хотел бы объединить, это как вступить в вашу партию и кем она финансируется. Ну да, финансирование – это самый главный вопрос, который интересует именно казахстанцев. Понятно, что любая политическая сила требует финансовых вливаний, но пока мы как бы такого спонсора не искали и не ищем. И мы думаем, что он нам не пригодится в том плане, что если мы создаем партию снизу, если она будет независима, один источник финансирования, это уже будет неправильно, тогда мы становимся зависимыми. Пока что идет финансирование всех членов партии, то есть у нас есть членские сборы, которые позволяют нам содержать офис, какую-то полиграфию сдавать и помогать людям по решению их проблем именно по работе с властью. Поэтому получается, что мы пока не нуждаемся в финансировании, и я не знаю, насколько это будет нужно, и филиалы у нас работают на самофинансирование. Если бизнесмены какие-то есть, то они захотят быть в тени, не захотят, чтобы это афишировалось, и скорее всего они будут патриотично настроены, потому что оставаясь в тени и делая пожертвования в партию, они естественно хотят, чтобы в этой стране было все замечательно, чтобы люди Казахстана получили достойную жизнь и не была власть концентрирована в одних руках. Да, ну вот вы в задачах своей партии там декларируете, то есть благосостояние каждого казахстанца. Вот один из читателей спрашивает, проект программы напоминает Советский Союз. И с этим возникает естественный вопрос, нет ли у вас планах возврата к прошлому, то есть, ну, насколько я знаю, там, землю крестьянам и так далее, и так далее. Знаете, мы когда писали программу, писали программу где-то полтора года, привлекали разных аналитиков и делали замеры общественного мнения действительно насущных проблем. Оказалось, земля действительно до сих пор актуальна, когда коммунисты еще тогда сказали землю крестьянам, представляете, это до сих пор актуально. То есть никто в Казахстане фактически эти 10 соток, которые нам обещаны, только получить не может. Или получает в таких местах, где невозможно развиваться, строиться или там обеспечить как-то нормальный уровень жизни. То есть это чисто поле Васильки, и там, знаете, можно развиваться и развиваться. И поэтому земля осталась актуальна до сих пор. И до сих пор наши безземельные люди, даже городские, даже в аулах, они все будут рады, если мы раздадим им по 20 соток, как обещали в своей программе. То есть это актуально и сейчас. Если говорить о слове благосостояние, потому что именно благосостояние, оно немножко режет слух, потому что его используют как президент наш, так и раньше его использовали. Но благосостояние, оно отражает состояние жителей. То есть если ты хорошо живешь, естественно, тебе хорошо. И любая партия фактически должна за это ратовать. И поэтому мы, когда говорим о благосостоянии, мы там в программе расшифровываем, что конкретно. Там изменения по социальным пособиям, изменения и по получению квартир молодыми семьями. Здесь, там все это прописано. То, что сейчас, не работает. Ну вы там еще затрагивали такую тему, что перераспределение природных ресурсов и доходов от продажи углеводородов. Ну да. То, что у нас достаточно маленькое количество населения, очень маленькое по сравнению с другими странами, особенно по сравнению даже с Россией, когда мы можем позволить себе даже открыть вот эти счета, на которые будут от этих добывающей промышленности падать какое-то накопление. Но в данном случае мы предлагаем, чтобы каждый гражданин получал землю и развитие на эту землю. То есть каждый должен чувствовать на земле своей себя хозяином. У нас казахи сами не чувствуют себя хозяевами на своей земле. Мы все оглядываемся на остановку, что примет, что решит, как решит. Это очень плохо. Это просто, знаете, унижает наш народ. Унижает. Ну вот как раз вот следующий вопрос, к сожалению, без подписи. Достаточно много популистских партий. Нам нужна реальная демократическая партия, которая может занять абсолютно пустующую нишу оппозиции. С реальной и понятной программой демократических реформ и на первых парах финансируемых государством. С прозрачностью действий и финансов. Да. Мы на это очень много сил положили. Мы уже давно являемся оппозиционным движением. Единственное, что в наших умах как-то благодаря власти сформировалось, что раз слово оппозиция есть, то значит что-то не так. На самом деле оппозиция слова не надо бояться. Любой человек, который критикует власть, фактически является оппозиционером. Это просто партия, которая будет иметь собственное мнение. Это партия, которая уже имеет собственное мнение и которая готова оппонировать нынешней властью. Я согласна, что нынешние партии, которые существуют, они по каким-то причинам, их очень много этих причин, чтобы сейчас называть, и нет смысла их рекламировать, их бездеятельность. Но у них и программы, которые отшлифованы, и уставы, все прописывают активную деятельность. Но фактически ее не наблюдается. Почему не наблюдается? Есть много разных причин, в том числе и отсутствие финансирования. Но если ты уже, как наша организация, уже стоишь на ногах, когда у тебя уже постоянно устоялось самофинансирование, ты можешь уже спокойно выступать в диалог с властью. Потому что у власти нет рычагов на тебя. Ты от нее не зависишь никаким образом. У тебя есть свое мнение, у тебя есть механизмы защиты себя и своих людей. Это уже помогает спокойно себя вести и спокойно действовать. Даже если сейчас усилятся репрессивные меры в отношении активистов партии, то я еще раз говорю власти, что это уже необратимый поток. Вот это демократическое движение, которое приведет хотя бы к либеральным переменам, оно уже его не остановит. Либо придет исламское государство, либо будут перемены в политическом формате. А мы этот политический формат именно прописали в своей программе. Мы долго оттачивали все постулаты программы, чтобы сделать ее очень понятной для многих. Там очень простой язык, его легко. Мы убрали все термины, убрали все какие-то политологические нюансы, которые бы объясняли демократия, не демократия, чтобы люди поняли. То есть программа очень легко написана, ее очень легко читают, и она размещена на сайте. Часто бывает так, что перед выводами представители многих партий обещают очень много. Не получится ли так, что кто-то будет говорить, так видя вас по телевизору, а это Алисия, когда-то я голосовал за ее партию, к сожалению, слова так и остались словами. Знаете, партию надо зарегистрировать, чтобы участвовать в парламентских выборах, правильно? Сейчас мы готовимся делать как к учредительному съезду. Сейчас мы вот эту инициативную группу для учредительного съезда набираем. То есть если вы хотите быть инициаторами этой партии, пожалуйста, двери открыты, пожалуйста, мы всегда на связи, мы всегда готовы работать и сотрудничать. Все остальные, которые мы выдвигаем в программе требования, это зависит от того, сколько человек придет к власти, правильно? Потому что чем больше большинство... Вот посмотрите, какое большинство, какой партии в парламенте, такова и политическая, экономическая жизнь. Вот то, что сейчас происходит в стране, это заслуга партии Нур-Атан. Правильно? Потому что пишут законы именно депутаты от Нур-Атана, они руководят, президент их лидер, и, соответственно, мы получаем то, что получаем. И, Олеся, скажите, пожалуйста, почему название «Справедливость»? Справедливость я уже сказала, потому что те люди, с которыми мы объединились и решили создавать политическую партию, и мы, в частности, считаем, что в стране очень много несправедливости, а справедливость рождается вместе с человеком. Человек сразу чувствует, в отношении него поступили справедливые или нет. Поэтому это понятие доступно для всех. И «адильдык», если переводить на казахский, оно тоже на слуху, и людям оно импонирует. И самое главное, смысл, который заложен в этом слове – «Справедливость» подразумевает, что это основа новой жизни, основа демократии, основа прав человека, основа всего, что человек заслуживает. Чтобы было равенство перед законом, чтобы было всем по социальному справедливость, туда же входит. Со словом «справедливость» очень много политических терминов связаны. Но вы сказали о том, что произойдет, если вы не пройдете процесс регистрации. А что же произойдет, если вы пройдете все-таки? Вот если мы пройдем, мы также считаем, что это будет нашей победой. Хотя уже в интернете и на мегаполисе уже написали, что если мы пройдем, то сразу автоматически у нас будет клеймо проекта власти. Но, знаете, здесь складывается разное мнение в этом отношении. Если так считать, то фактически сегодня все проекты власти. Если власти будет выгодно именно нас зарегистрировать, то в каком плане, мне интересно. Им выгодно, чтобы их критиковали, им выгодно, чтобы им оппонировали постоянно, им выгодно, чтобы любое президентское выступление критиковали, им выгодно, чтобы мы своих людей в парламент, а они не любят, когда воду мутят, им выгодно, чтобы мы настаивали на соблюдении прав человека и защищали равенство всех перед законом. Им это выгодно, это никому не выгодно, особенно тем, кто привык решать вопросы в бане или еще где-то, и бюджет также распределяет. Им не выгодно, если такие молодые и рьяные придут и будут спрашивать, а это зачем, а это зачем, а с какой стати у тебя служебная машина, а с какой стати у тебя, ты чем это заслужил, откуда у тебя необоснованное жилище, оно не соответствует твоим доходам. Естественно, этим людям это не понравится. Если зарегистрируют и зная, что мы вот это все будем делать, то значит наша власть действительно меняется и что-то происходит в хорошем ключе в этой стране, значит не все потеряно и есть здесь будущее. Вы говорили о том, что не требуете каких-то политических перемен. Как вы намерены проводить реформы? Мы такого не говорили. У нас большая часть программы направлена именно на политические реформы, потому что у нас идут быстрым темпом экономические реформы, об этом сильно заявляются, но фактически они выходят пустышкой, потому что политика и экономика взаимосвязаны, они не могут развиваться отдельно. Если президент говорит развиваемое предпринимательство, они не создают для этого никаких условий, а тем более защиту этого предпринимательства, это невозможно будет сделать. Все вот эти 100 шагов, которые созданы сейчас, в прошлом году было 20 шагов, потом 5 шагов, потом 100 шагов. Сначала 5 было. Да, в прошлом государству всеобщего труда, чтобы такое 20 шагов было. То есть каждый раз какие-то шаги отмеряют, а толку нету. Они все пшиком выходят, потому что нету содержания этих реформ. А строить их без содержания, без основы, это невозможно. Вот этой платформы нет. И самое интересное, что вот эта элита, которая сегодня у власти, она не понимает, судя по всему, что нужно делать, потому что из Астаны к нам поступают просьбы скидывать им идеи, интересные варианты реформ. Но они не знают, как их применить. То есть буквально надо формулировать законы и поправки в законы, чтобы они подумали, стоит ли это применить. То есть таким образом это говорит о дефиците кадров, особенно от отсутствия профессионалов или квалифицированных людей, которые сидят в администрации президента и призваны реализовывать его политику. Потому что его политика-то заявляет вроде красивые вещи, и все должно работать, но по факту ничего этого нет. И все говорят о формализации всех заявлений. И формализации исполнений, потому что нету содержания. А содержание возможно, если придет новая сила, придут новые люди и придут новые идеи реализации. И главное, что международный опыт можно было бы соединить с нашим и создать новое. Вы составили черные списки судей, нотариусов и адвокатов. И какую реформу судебно-правовой системы справедливости предполагает? Ну мы в первую очередь предлагаем избрание всех судей. Мы посмотрели, наши власти пугали тем, что ну как это судья, если будет избран, то на него будут влиять те, кто его избирал. Мы это понимаем. Но с другой стороны, во всем мире практика избрания судей. Постоянная практика президентов 4-5 лет, они избираются. Потом идет, естественно, квалификация и так далее. У нас судьи же, они безответственные абсолютно. Они никому не подчиняются, только тем, кто их избрал. Мы знаем, что есть вещи, которые продаются, те же места продаются в судейском корпусе. Все это есть, но это... Судьи решают судьбы людей, понимаете? А когда этот человек покупает место, а потом через коррупцию возвращает себе эти деньги, он не задумывается о судьбе этого человека. Это очень безответственно, когда люди не могут выбрать судью. Если даже люди будут выбирать, у нас же не маленькая кучка людей, у нас огромные города. Если они будут хотя бы председателя суда выбирать, это уже будет большой прогресс. А он уже задумается, кого он будет набирать. То ли он коррупционеров распродаст эти места, тогда его на следующий раз не выберут, либо он наберет действительно квалифицированные кадры. Ну, теперь мы уже по закону будем содержать в суде, насколько вы знаете, до конца жизни пожизненное содержание. Ну, это вот, видите, это опять создается элитарная группа, как типа Сената. Агашек посадили, которые непонятно чем занимаются. И здесь то же самое. В Верховном суде все у нас пожизненные, все такие... А с какой стати они пожизненные? Кто оценивал их моральные и нравственные уровни? Кто? Вот я, судя по тем решениям, которые нам попадают в руки, настолько они абсурдные, что говорить о их морально-нравственных качествах должны судить люди. Пусть их вот на ваш канал выстоят, и пусть они докажут, что они морально-нравственные. Еще один вопрос. Жумалы спрашивает. Что значит название слово многонациональное? Многонациональное, да, что мы представляем интересы всех национальностей, проживающих в Казахстане. Естественно, мы в своей программе говорим, что в Казахстане есть единственная нация казахстанцев. Это единственное, что должно разделять ни Жузово, ни Кланово, никакие особенности, только слово казахстанец. Должно всех объединять на этой земле и создавать почву для будущего, чтобы люди не сидели на чемоданах, чтобы они уверенно себя тут чувствовали, создавали будущее. Почему у нас в политической жизни люди пассивны? Потому что они не связывают свое будущее с этой страной. Поэтому авторитарный режим продолжает развиваться, красоваться, любоваться собой и злоупотреблять своей властью, потому что люди не чувствуют себя здесь хозяевами. Они фактически в подвешенном состоянии находятся. То ли им бежать отсюда, то ли оставаться. Вот в таком. А слово казахстанец сразу привлечет другое отношение к друг другу. Родился, прикрепился и живешь. Жумало из Актау спрашивает. Названия многообещающие. Но как вы хотите добиться справедливости? Ответьте, пожалуйста, конкретно. Выберите один из этих ответов. Диктатура пролетариата, первое. Второе. Западная демократия. Сингапурский авторитаризм. Путинская вертикаль. Китайский коммунизм. Или какой-то другой путь у вас. Да. Мы предлагаем... Здесь нельзя никакой из этих вариантов, к сожалению, выбрать, потому что я как политолог, я знаю содержание их. Я знаю, что большинство стран в мире авторитарны. И когда у нас говорят, что мы хорошо живем, имея авторитарный режим, это не так. Любой авторитарный режим ведет к кризису. Поэтому говорить о западной демократии, у них своя специфика, а они к ней пришли годами. То есть там все варианты не подходят нам. У нас свой путь, у нас свое развитие. И в данном случае мы предлагаем парламентскую республику. Именно республику. Слово республика все должны понимать. Ее содержание и независимость. Сохранение суверенитета благодаря именно выборности и существованию именно депутатов независимых, которые смогли бы отстаивать интересы, создавать законы, чтобы сохранить наш суверенитет. Потому что исходя из существующих положений вещей, мы теряем этот суверенитет как на экономическом поле. Там уже в добывающей промышленности теряем. Во всех отраслях. Но от нас останется только оболочка. И нам нужно срочно проводить политические реформы, чтобы сохраниться вообще на этой земле. И в ваших планах переход к плановой экономике. Есть такие у вас призывы. Солидарная пенсионная система, отмена ЕНТ, отмена частной собственности на сельхозземли и прочее. Да, да, да. Все эти лозунки, они не с бухты-барахты появились. Естественно, аналитики все продумывали. Были жаркие дискуссии, поверьте мне. Мы часами сидели, обсуждали, устраивали скайп-конференции. Это все было продумано основательно. То, что сейчас люди, все страны возвращаются к плановой экономике, они ее используют наравне с рыночной. То есть это друг другу вообще не противоречит. Просто со стороны государства присутствует плановость тех товаров, которые необходимы для населения, чтобы другие страны не забили эту нишу. Также это касается и других наших постулатов. Отмена ЕНТ, об этом все говорят, это просто глупость. Когда унижают наших детей, когда их общупывают, обшаривают и тому подобное. Даже если человек берет какие-то шпаргалки и тому подобное, но это не должно унижать права человека, понимаете? А это унизительный способ выбивания своеобразных определенных доходов определенным лицам. Это вообще ненужная вещь. И на кого-то равняться. Мы также говорим о баллонской системе, которая также нашу науку в какой-то мере загнала в угол. Мы говорим о других моментах, которые мешают развитию казахстанского общества. Они делают гражданина Казахстана усредненной посредственностью. А нам это не надо. Мы хотим взять Советского Союза, чтобы было хорошее. А было хорошее образование. До сих пор во всем мире советским образованием гордятся и берут специалистов. Почему мы от него отказались? Почему? Мы должны его взять, чтобы Казахстан процветал. Мы должны взять за основу то, чтобы было хорошее. Зачем отказываться? Это же глупость. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете деятельность и работу нынешнего парламента казахстанского? Насколько он отражает вообще пожелания народа, жизнь народа? Я вам сразу скажу, нынешний парламент нелегитимен. Он нелегитимен, потому что за него фактически нельзя сказать, что голосовали люди. Все цифры, все списки в парламент были подготовлены заранее. Все кандидатуры были согласованы. Мы это знаем, мы это видели, мы наблюдали выборы, мы знаем, как это происходило. Даже на местном уровне депутаты маслехатов мы публикуем списки тех, кто пройдет за три недели раньше, чем пройдут выборы. И по этим спискам все проходят, потому что добрые люди с Акимата их эти списки нам дают. И то же самое творится на республиканском уровне, когда все кандидатуры согласованы, все бизнесмены, которых можно потом как-то использовать в вытягивании финансов на какие-то нужды и тому подобное. То есть есть какая-то вот чисто такая, знаете, корысть даже в депутатских местах. И поэтому говорить, что они представляют интерес народа, ну это просто смешно. Ясно. Опять Жумалы тоже спрашивает, очень активный такой пользователь. Вы говорите на государственном языке? Я понимаю государственный язык и вкладываем, мы в организации вкладываем силы в развитие языка. Мы в своей программе об этом говорили. И сейчас я говорю, что единственные в Казахстане бесплатные курсы казахского языка предоставляет именно наша организация. Это уже происходит на протяжении трех лет. И все со всех регионов звонят. И самое интересное, что эту информацию у себя о нашей инициативе на сайте Аккорды выложили. И оттуда звонят и говорят, а куда писать, в Аккорду? Я говорю, ага, в Аккорду. Они пользуются нашей инициативой по развитию государственного языка и себе лаврой. Ну как обычно, да? Мы что-то проводим интересное, Акимат себе галочку ставит. Ну что-то в этом роде. Поэтому мы в программе выступаем, чтобы курсы казахского языка были бесплатные по всей республике. Чтобы наши дети спокойно о нем заговорили. Я своих детей отдала в казахский садик. Там все говорят по-русски. Смысл мне было отдавать в казахский садик. То есть у меня все мои бабушки говорили на казахском. Они мне это передали. Я могу изъясняться на казахском. Просто непрофессиональным языком. Но на бытовом без проблем. Хорошо. А тут тоже вы уделяете большое внимание своей программе предпринимательству. Как вы предполагаете облегчить там или повести эффективность? Да. В нашей программе говорится о том, что предпринимателям, чтобы развиться... У нас есть программы по развитию, но там минимально 5-7%. Для любого начинающего предпринимателя это большие деньги все равно. Чтобы открыть свой бизнес, за границей существует 1-3%. Это риск, на который идет государство, чтобы помочь людям создать свое благосостояние. У нас это большие проценты. То есть предприниматель, даже написав бизнес-план, предоставив его в банк, не всегда получит. Он услышит кучу замечаний в свой адрес. Я понимаю, банкиры умеют считать деньги. Но должна быть какая-то социальная программа, которая позволяла бы им начинать помогать бизнес хотя бы с 1-2%. У нас есть бизнес-инкубаторы, определенный бизнес это, но все знают, что там присутствует система откатов. Уже там меняли руководство, что только не делали, но оно все равно присутствует. И даже те деньги, которые выделяются на предпринимательство, в эти ассоциации предпринимателей, они разбираются еще до того, как туда поступили. То есть уже между своими. То можно говорить о том, что у нас предпринимательство не будет развиваться, пока наши хорошие умы не придут в класть. Потом еще в вашей программе есть такое слово, как национализация, в частности естественных монополий, диктующих цены и прочее. Да, это касается света, телефона, воды. Это самые актуальные вопросы, потому что у нас в основном, даже у пенсионерки, в основном деньги уходят на оплату коммунальных услуг. Даже там какие-то льготы, им возврат денег, оно не покрывает того, что она из 30 тысяч 20 платит за коммунальные услуги. И мы считаем, что вот то, что сейчас и телефон, и достаточно дорогостоящие вещи, и они являются вот как раз теми монополиями, которые, знаете, здесь нужна их национализация, чтобы государство контролировало этот процесс. Я знаю, что там есть определенные критерии по свету и по воде, как делать расчет, но они очень бездумно сделаны. Вот Петр Швояк об этом часто говорит, он в этом специалист. Кроме того, что завышенные тарифы, так еще хотят абонентскую плату на свет вводить. То есть все это время, что люди платили за свет по повышенным тарифам, еще плюс абонентская плата, которая сейчас, и они говорят, она нужна, потому что сети изношены. А до этого что вы делали? Они все складывали в карман. Вот и посчитайте, сколько было получено больше денег с их стороны, и они давно могли обновить эти сети. А люди за то, что эти сети старые, вот походу, очень много терялось, правильно? А люди за это платили. Поэтому и тарифы высокие, что из-за их старых сетей люди должны были оплачивать их убыток из-за того, что они не меняли. То есть сами вот эти монополисты не меняли. Смысл в монополистах тогда? То, что они выкачивают деньги с нашего кармана, и при этом, опять же, за наш счет, регистрируя ее, заканивая это на уровне правительства, они хотят опять за наш счет модернизировать эту всю систему. Но это просто наглость в высшей степени. Это вот такое неуважение собственного народа, такое наплевательское отношение к карману каждого гражданина. Это просто, не знаю, в каком государстве, кроме нашего, такое прокатит. Ну вот так говорить, вы говорите, это такие больные темы, это и для пенсионеров, и для многих, и для малобеспеченных, и для многих граждан Казахстана. Это, знаете, напоминает, как вот один из российских политиков говорил в твоей программе, там, каждой женщине по мужу, и так далее, и так далее. Насколько вы реально можете сказать, что у вас что-то получится? Вы верите ли вообще в то, что у вас может что-то получиться? И что вы для этого будете делать? Какие предпринимать шаги? Знаете, вот сначала мы, конечно, сомневались, то есть когда мы только начинали это все, ну, видите, к нам приходят постоянно люди, они постоянно нуждаются, у каждого своя проблема. У кого-то землю отняли, просто так, власть имущих, у кого-то вот такие с коммуналкой проблемы, у кого-то еще. Мы поняли, что мы уже не можем оставаться в тени, хотим мы или не хотим. У нас такой объем граждан каждый день, которые пишут, приходят и так далее, что это уже, знаете, как снежный ком. Если не мы начнем, то кто-то другой начнет. А раз мы можем об этом говорить, у нас есть знания, образование, энергия, возможности определенные, опыт наработанные, то почему не мы? Ну, давайте мы начнем этот ком, и пойдет он, и пойдет. И люди, мы вот говорим, у нас спрашивают, кто ваш электорат? Я говорю, да, большинство населения Казахстана. Ну, кто себя чувствует здесь хозяином? Кто хорошо живет? Вот кто, покажите пальцем. Вот такая группка людей, типа Усеновых, в котором убийство проходит с рук, у которых то есть, там, два паспорта в сейфе, еще что-то. Кто тут хорошо живет? Вот кто хорошо живет, те вообще ничем не обеспокоены, и у них патриотизма, наверное, не так много, как у тех, кто внизу, и кто хочет, и не может уехать куда-то в другую страну, и вынужден здесь жить. Ему остается что? Идти к нам, чтобы мы ему помогали, хоть как-то отстоять его права. А мы говорим, а с какой стати вы вот так побираетесь? Вы хозяин этой земли, это ваша земля, вы такой же гражданин этой земли, у вас все права в Конституции прописаны. Ну просто, знаете, стыдно за нашу власть, которая вот такая эгоистичная, и грустно за людей, которые с протянутой рукой стоят. Ясно. Ну и в заключение нашего эфира расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, откуда. Я лично? Да, 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 именно. Ну многим интересно, кто такая Олеся Халавузарь. Да, слоны сводившиеся, да? Я тоже говорю, скажут какая-то это блондинка русская и типа еще это женского пола, и тут права качают, да? Ну на самом деле я корнями из Алматы, мои предки когда-то этот город строили, они обосновались на этой земле, подняли этот город. Я считаю здесь себя вполне на родине и считаю это своей землей, и я не понимаю, когда идут какие-то такие разговоры, поэтому я их все пресекаю. Я считаю, что это неправильно, что все казахстанцы, и эта идея основная, все, других вопросов нет. Родился, вырос, болеешь за эту землю, хочешь что-то поменять, это уже много. И по образованию я политолог, плюс у меня есть экономическое образование, сейчас на магистратуре юридической не хватает знаний именно вот в этом плане, основы, базы. И плюс у меня много публикаций и в научной сфере, и так. И плюс у нас есть собственная исследовательская организация, которая постоянно делает мониторинг ситуации в Казахстане. То есть мы не говорим об абстрактных вещах, мы можем цифры привести по каждой сфере, даже в сфере энергетики. То есть мы интересуемся разными сферами, потому что у нас политическая жизнь, она бурлит, и все это пересекается. То есть в организации больше тысячи человек, которые также болеют и активны. У нас в Казахстане много патриотов на самом деле. Просто меня попросили сегодня выступить, и я готова выступать, чтобы людям доносить наши идеи наилучшим способом. Приходите, вы увидите разных людей, разные сферы. Там есть и средние бизнесмены, и малые, есть просто пенсионеры, все разные. Но все сплочены одной идеей справедливости. На этой земле должна быть справедливость во всем. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был один из инициаторов создания объединенной многонациональной партии Казахстана справедливости Олеся Халмузарь. Спасибо Олеся вам большое. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok